Лично Рустам Закиевич Хамитов получил 10 миллионов американских долларов за объединение каустика и соды. История эта длинная, интересная и есть о чем поговорить. Я видел платежные документы, очень странные платежные документы, на сумму точно эквивалентную 10 миллионам долларов. Структура собственности акционерного общества СОДА, безусловно, мифологизирована и подвергалась многочисленным анализам. Но, к сожалению, не все они дали достоверный результат. Однако на момент объединения каустика и соды эти офшорные компании исчезли из числа собственников АО «СОДА». Эти документы изъяты из оборота, обнаружить их нельзя. Существует несколько легенд. На данный момент предприятие содового производства не является тем колоссальным жертвователем для города, не является тем благодетелем, которым оно было несколько лет назад. Почему-то не обсуждаются критерии качества этого сырья, почему-то не публикуются документы, согласно которых, скажем, вот, например, каранское или гумеровское месторождение однозначно не подходит для соды. Должно быть сформировано некое сообщество, во-первых, экспертное, а во-вторых, общественное, которое будет обсуждать эту проблему, исходя из интересов всех сформировавшихся групп. Ну, вообще, только ленивый, наверное, в нашей республике не высказался на тему разработки горы Таратау. И, судя по всему, настало время и мне тоже сформулировать свою позицию в отношении этой проблемы. В общем, конечно, не буду скрывать, что я давно и пристально наблюдаю за этой историей. Уже много лет, прямо скажем. И в последнее время потрудился изучить последние все документы и данные, которые связаны с этой проблемой. Очень меня увлекла история с изменениями в составе собственников и БСК, и Башхима, и АО Сода. В общем, история эта длинная, интересная и есть о чем поговорить. В общем, сейчас я пытаюсь изложить ту позицию, которую занимаю относительно сырьевой проблемы содового производства, относительно той позиции, которую занимает и руководство республики, и общественность в республике. Во всем этом противостоянии существует три явно выраженных группы, полюса, фронта, как угодно их называйте. Это позиция предприятия, а именно АО Сода и компании Башхимия. Это позиция правительства республики Башкортостан и позиция Рустема Хамитова. И третья сторона – это позиция защитников Шихан. Я попытаюсь поочередно разобрать каждую из этих позиций, попытаюсь выявить те противоречия, которые в большом количестве есть у каждой из сторон этого противостояния, и попытаюсь понять, куда нужно двигаться, в каком направлении в каждом отдельном случае, потому что очевидно, что проблема сейчас находится в тупике. Так вот, начнем, конечно же, мы с виновника банкета – это содовое производство, АО Сода и ее собственники. Структура собственности акционерного общества Сода, безусловно, мифологизирована, и подвергалась многочисленным анализам, но, к сожалению, не все они дали достоверный результат. Хотелось бы внести окончательную ясность на данный момент, кто является собственниками акционерного общества «Башкирская содовая компания». На 57,18% собственником является АО «Башкирская химия». Минземимущество Республики Башкортостан владеет 38,27% этого акционерного общества. Далее идут мелкие акционеры – это ООО «Коммерческий банк Альба Альянс», 3% ООО «Торговый дом Башхим», 15,00% НКО, АО «НРД» – это национальный регистровый депозитарий, который владеет всего лишь 0,09% и пресловутый рекфонд Республики Башкортостан на самом деле владеет 0,01% АО «БСК». Как мы видим, в структуре собственников нет ни одной иностранной компании, а тем более нет ни одной офшорной компании, о которых очень много говорили. И чуть позже я объясню, как так получилось. Хотелось бы для начала просто обнулить все вот эти разговоры о том, что некие офшорные компании владеют АО «БСК». Кстати говоря, отсутствие этих офшорных компаний в структуре собственников АО «БСК» в общем-то не отменяет тех возможных злоупотреблений и лукавых действий в отношении прибыли и дивидендов относительно этого производства. Так вот, один из мифов о том, что собственниками «БСК» являются иностранные офшорные компании, мы развеяли. Более того, я скажу так, что даже пресловутая «Башкирская химия» – это абсолютно башкирское предприятие, зарегистрированное в городе Стрель-Тамаке, и владельцами этого предприятия, кстати говоря, весьма странного по структуре, являются два физических лица, счастливыми обладателями собственности с уставным капиталом в 1,6 миллиарда рублей АО «Башкирская химия» являются господин Пяткин и господин Черников. Некая Геваргизова Эльвира является директором этого АО «Башкирская химия». Так вот, в недалеком прошлом действительно существовала некая довольно запутанная схема из офшорных кипрских компаний и не только кипрских компаний, которые неким образом владели содовой компанией «Стрель-Тамаке». Однако на момент объединения «Каустика» и «Соды» эти офшорные компании исчезли из числа собственников АО «Сода» и «БСК». И, в общем-то, они исчезли, что, кстати говоря, тоже очень загадочная история, которую мы сейчас пытаемся расшифровать. Каким образом были пердены активы, за какие деньги, как они вышли за рубеж. Дело в том, что пресловутая «Мадисан Лимитед», зарегистрированная на Кипре и имеющая офис на втором этаже офисного здания в Лимассоле, в общем-то, на самом деле является всего лишь прокладкой. Ее учредителями, в свою очередь, являются два офшорных предприятия. Это «Империум Номинес» и «Гемма Менеджмент», одно из которых зарегистрировано также на Кипре, а вот «Гемма Менеджмент» зарегистрировано аж на Вирджинских островах. Подобная схема, конечно, всегда свидетельствует о неком уходе от налогов, либо попытке скрыть истинных бенефицеров крупного актива. Но, повторюсь, на данный момент ни одна из этих трех офшорных компаний не имеет никакого отношения к собственности АО «БСК», по крайней мере, формально. Физические лица, которые являются собственниками АО «БСК», это вот господин Пяткин, господин Черников, действительно весьма смутные персонажи. Существует предположение, подозрение, что они представляют интересы, фактически, крупных чиновников, входящих в близкий круг Владимира Путина, и постоянно упоминается фамилия Рапоты. Однако, по формальным признакам, подобные связи обнаружить не представилось возможным. С другой стороны, фамилия Рапоты и его не всегда, скажем так, открытые действия, тем не менее, они прослеживались в попытках решить содовую проблему и сбрасывать со счетов господина Рапоту, наверное, еще рано. Так вот, сама проблема сырья для содового производства стерильтомаки возникла не вчера, не позавчера и даже не в 2015 году. Не все мы помним о том, что еще в 2008-2009 годах Раиль Сарбаев, будучи премьер-министром Республики Башкортостан, написал некий документ, обращенный к Муртазе Рахимову, в котором он сообщил, что проблема существует, что нужно ее срочно решать, о том, что Шихан Куштау уже исчерпал свои ресурсы по снабжению комбината и нужно что-то делать. Кстати говоря, тогда Муртаза Рахимов практически принял решение о разработке Таратау, однако сейчас эти документы изъяты из оборота, обнаружить их нельзя. Существует несколько легенд, которые активно эксплуатируются содовым производством о том, что уже тогда статус охранной зоны с Таратау был снят, однако документального подтверждения этому нет. Так вот, в тот момент была создана некая рабочая группа, которая должна была проанализировать эту ситуацию и дать свои рекомендации о решении этой проблемы, но все мы помним, что последовало за этим смещение Муртазы Рахимова, исчезновение господина Сарбаева из политического поля, и, в общем, история остановилась. С приходом Рустема Хамитова позиции содового предприятия оказались относительно неопределенными. Тут нужно немножко взглянуть в историю и понять, что весь комплекс химических предприятий, сконцентрированных вокруг города Стерель-Тамака, всегда являлся неким источником существования для города и крупным налогоплательщиком, крупным источником бюджетных средств вообще для республики. Эти крупные, даже в российских масштабах, предприятия были существенными поставщиками средств и налогов для всей республики Башкортостан. Однако в последние годы, конечно же, эта ситуация меняется. В силу того, что в Россию пришел своеобразный российский капитализм и предприятия эти перестали быть государственными, в полной мере, по крайней мере, конечно же, участие этих предприятий в жизни города и республики существенно снизилось. Еще 10 лет назад Сода, Каустик и прочие предприятия Стерель-Тамака, но в первую очередь именно Сода и Каустик, были, конечно, основными донорами всех социальных процессов в этом городе. Мы помним легендарного мэра Стерель-Тамака Спартака Ахметова, который за счет этих предприятий обустраивал город, город несколько раз становился лучшим городом России по благоустройству и комфорту проживания и так далее, и так далее. Все это, конечно, делалось на деньги Сода и Каустика. Так вот, в современной реальности этих поступлений практически не осталось. Это один из аспектов, на которых нужно обратить внимание, когда мы будем анализировать поведение всех этих трех сторон в конфликте вокруг горы Таратау. На данный момент предприятие Содового производства не является тем колоссальным жертвователем для города, не является тем благодетелем, которым оно было несколько лет назад. По свидетельству жителей Стерель-Тамака и из разговоров с местными чиновниками, я начинаю понимать, что, в общем-то, Сода практически устранилась из социальной сферы города и превратилась в настоящее капиталистическое производство, которое производит добавленную стоимость в изрядных количествах и, в общем-то, обращает эту добавленную стоимость в капиталы своих учредителей. Это еще один из мифов, которые сейчас нужно развеивать, потому что сама Сода в борьбе за гору Таратау использует именно вот этот аргумент, что мы являемся градообразующим предприятием, что тысячи людей работают на Соде, и если вы нам не дадите эту гору, то всем конец, все умрут и разорятся. Отдельно стоило бы остановиться на численности сотрудников Содового производства. Но странным образом в последние годы с этой цифрой играют, причем играют достаточно беспардонно, это то две тысячи человек, когда это необходимо, то девять тысяч человек, когда нужно придать трагизму ситуации. И все это, конечно, выглядит по меньшей мере недостоверно. Известно, что Сода избавилась от значительного объема своих непрофильных активов. Это социальные предприятия, организации, которые были в составе этого производства. Они выведены либо за рамки собственности предприятия, либо переданы в чью-то уже отдельную собственность. То есть это касается всевозможных турбаз, всевозможных оздоровительных предприятий, каких-то социальных объектов, которые были привязаны к Соде, как было принято в советское время. Крупным предприятиям привязывались всевозможные социальные объекты. Сейчас их стало очень мало, если они вообще остались. Соответственно, и участие Соды в этих процессах тоже минимально. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что уровень зарплат на предприятии тоже немножко не вписывается в тот светлый образ благодетеля для города, который пытается создать Сода сейчас. Зарплаты на предприятии довольно низкие. Если средняя зарплата по предприятию составляет 34 тысячи, то, учитывая весьма большую зарплату топ-менеджмента и вообще менеджмента предприятия, мы понимаем, что обыкновенные работяги на этом не очень полезном для здоровья предприятии получают 15-25 тысяч рублей. Это немного. Даже для небольшого российского города это немного. Теперь мы плавно переходим к той позиции, которую занимает непосредственно содовое производство в этой конфликтной ситуации в попытке получить гору Таратау в качестве сырьевого источника. И вот мы плавно подходим к той позиции, которую занимает Сода на данный момент в противостоянии со всеми остальными сторонами этого конфликта и в попытке получить себе сырьевую базу. На мой взгляд, Сода занимает избыточно жесткую позицию. На мой взгляд, уже становится очевидным, что там многозначительность и позиция силы, которую демонстрирует Сода, несколько наигранная и являются в определенном смысле блефом, потому что те паузы, которые брала Сода в этом противостоянии, вовсе не являются признаком их силы, а являются скорее признаком растерянности. Сода категорически не приемлет формат обсуждения проблемы. Сода не хочет обсуждать уровень производства и состояние технологических процессов на производстве. Сода настаивает на одном единственном решении этой проблемы. Вообще, когда проблема большая, серьезная и всеобъемлющая, как правило, не существует единственного рецепта ее решения или одного единственного варианта ее исхода. Для Соды это, однако, так. Сода считает, что она должна получить гору, Сода считает, что она имеет право получить Соду, и Сода начинает потихонечку шантажировать всех вокруг тем, что если гора не будет ей передана совершенно безальтернативно, то тогда случится что-то страшное. Напрашиваются вопросы. Первое. Почему Сода не хочет обсуждать другие варианты? Я понимаю, что Хамитов, в свою очередь, тоже немножко лукавил и предлагал какие-то не вполне, наверное, реализуемые источники сырья для Соды. Однако, почему-то не обсуждаются критерии качества этого сырья, почему-то не публикуются документы, согласно которых, скажем, вот, например, каранское или гумеровское месторождение однозначно не подходит для Соды. Широкая общественность и вообще людей, которые пытаются понять что-то в этой истории, не устраивают пустые заявления о том, что нам не подходит сырье гумеровского месторождения. Было бы неплохо увидеть те нормативы, критерии по качеству и содержанию, скажем, того же кальция в образцах гумеровского месторождения, в образцах каранского месторождения и в образцах, взятых из пород горы Таратау. Я не знаю, допускает ли технология производства Соды, скажем, содержание 70%, 80%, 90% или 97%, как это есть в известняке горы Таратау. Вот этот момент очень сильно смущает. Справедливости ради надо сказать, что и противоположная сторона, настаивающая на наличие альтернативных источников сырья, тоже не даёт подобного подробного описания этих всех критериев, и тоже звучат всего лишь пустые объяснения, что мы предлагаем гумеровское месторождение. Ну и что? А содержание кальция укладывается в технологический процесс, который используется содой? А этот технологический процесс возможно модернизировать, модифицировать, скажем, для понижения процента содержания этого кальция? В общем, вот это всё держится почему-то в строжайшей тайне. Есть предположение о том, что само производство содовое, конечно, очень устарело. Это предположение многие высказывают. Опять же, о тех мифических, на мой взгляд, процессах модернизации, которые происходили на комбинате, ничего не известно доподлинно. Известно только то, что стерильтомагский активист Громов, который пытался шантажировать садовиков своими съёмками ужасного состояния технологического процесса на комбинате, сидит сейчас в местах лишения свободы по суду, обвинённой в вымогательстве. Это отдельная история, про неё много говорили, сейчас немножко подзабыли. Однако, на мой взгляд, всё-таки состояние технологии и состояние самого предприятия вызывает большие вопросы, и сода, если она декларирует то, что это современное, технологичное и безупречное предприятие, она должна открыть это для широкого круга общественности, она должна дать все параметры производства, она должна дать понимание людям о том, что действительно именно тот известняк с горы подходит для производства. Тогда процесс может двинуться дальше. Вообще, конечно, тайн вокруг этих всех историй достаточно много. Взять хотя бы тот факт, что, например, сода не подала информации в положенный срок последний раз в Росстат о своих показателях, это тоже нехороший факт. Мы не понимаем, какова доходность этого предприятия. Мы знаем по открытым источникам, что в последние три года сода извлекла из производства порядка 26 миллиардов рублей прибыли, но, однако, мы не знаем, каким образом эта прибыль на самом деле распределилась, были ли выплачены дивиденды. К сожалению, эта информация тоже не вполне доступна для широкого круга общественности. Завершая вот эту часть про соду, я все-таки сформулирую свое отношение к этой позиции. Позиция, на мой взгляд, деструктивна. Сода чрезвычайно преувеличивает свои возможности на федеральном уровне. Как говорят люди, сведущие, близкие к этой ситуации в Москве, они говорят, что, в принципе, наверное, Мантуров – это потолок их возможности. Рапота, даже если он заинтересован в этом предприятии, конечно же, лично вмешиваться в эту ситуацию не станет. И я думаю, что мы в ближайшее время не увидим больше громких заявлений со стороны федеральных чиновников на эту тему. Позиция Москвы здесь достаточно осторожная. Москва пока не вмешивается в эту ситуацию. А заявление о том, что вопрос с горой решен, по крайней мере, смешон подобный подход, потому что действительно в Москве никто ничего не решил. Да и, собственно, решать не будет. Даже если оттуда будут какие-то рекомендации, эти рекомендации будут даны региональной власти. Переходим к позиции Хамитова и его правительства в отношении содовой проблемы. Казалось бы, она очень цельная и понятная. Хамитов многократно заявлял о том, что он не отдаст Таратау, пока он президент или пока он глава республики теперь уже. Однако здесь есть масса нюансов. И чтобы их понять, наверное, стоит, опять же, углубиться в прошлое. В 2013 году произошло объединение предприятия «Каустика» и предприятия «Сода». И господин Хамитов был ярым защитником этого решения. Он всячески объяснял и отстаивал выгодность для республики подобного действия. Напомню, что на момент объединения республика владела контрольным пакетом содового производства, а после этого объединения республика стала владеть теми самыми 38% БСК. Хамитов очень яростно, очень настойчиво доказывал, что 38% в БСК – это лучше, чем 51% отдельно в СОДе. И не подкреплял это, в общем-то, никакими расчетами в деньгах, что, собственно, вызывает первые подозрения. И вот эта одержимость этой идеи в тот момент, непонятная совершенно, на самом деле, на первый взгляд, вполне укладывается в ту концепцию, которая называется «карыстным интересом». Существует версия о том, что господин Хамитов получил совершенно конкретное денежное вознаграждение в момент объединения «Каустика» и «Соды». Некоторые эксперты называют цифру в 10 миллионов долларов. Эта сумма через какие-то сложные цепочки предприятий якобы попала в руки Хамитова. Я не берусь обсуждать этот вопрос детально или утверждать конкретно, что лично Рустам Закиевич Хамитов получил 10 миллионов американских долларов за объединение «Каустика» и «Соды». Однако я видел платежные документы, очень странные платежные документы, на сумму точно эквивалентную 10 миллионам долларов, которые именно в момент объединения «Каустика» и «Соды» прошли очень странным путем через ряд башкирских предприятий и пропали где-то в закромах офшорных компаний. Версия о корыстном интересе Хамитова, по крайней мере, объясняет вот эту оголтелость, с которой он провел эту сделку по объединению «Каустика» и «Соды», и объясняет то, что после того, как это все случилось, он резко охладел к интересам предприятия, хотя, казалось бы, он должен и дальше отстаивать интересы этого производства, давать им возможность работать и развиваться. Однако после этого Хамитов занял категорическую позицию отстаивания горы Таратау. Если все-таки следовать версии простой корысти, то тут вырисовывается схема, условно говоря, повторного вымогательства. Потому что еще одна группа экспертов полагает, что столь принципиальная позиция Хамитова относительно горы Таратау не что иное, как попытка выбить из нынешних собственников БСК и башкирской химии некого пакета акций, которые перейдут в пользу аффилированных лиц либо компаний, за что гора Таратау будет передана в разработку. Я не до конца разделяю подобную позицию, потому что, скорее всего, позиция Хамитова более сложная, потому что он пытается и политические дивиденды получить с этого конфликта, а именно заняв сторону защитников Таратау, Хамитов на некоторое время, конечно, получил достаточно существенную поддержку тех людей, которые еще вчера абсолютно не разделяли его позицию и не являлись его сторонниками. Однако этот существенный для них вопрос стал решающим, они, видя позицию Хамитова, встали на его сторону. Это те самые башкирские националисты, которые, прямо скажем, подрастерялись в этот момент и, будучи ярыми противниками Хамитова, были вынуждены перейти так или иначе на его сторону, ну и еще некоторые другие группы социальные и политические в республике. Кроме того, надо понимать, что Хамитов и правительство это совершенно неоднородная структура, и внутри правительства тоже существуют разные мнения и версии. А учитывая то, что сейчас на пост руководителя администрации губернатора республики Башкортостан пришел господин Маврин, которого принято считать технократом, экономистом и человеком практическим, я не думаю, что Маврин разделяет патриотические позиции тех, кто защищает гору просто потому, что она красивая, и тем самым мы понимаем, что есть разные плюса, разные люди и разные мнения, в том числе и в правительстве. Но пока позиция Хамитова и его правительства достаточно однородна и последовательна. Гору не отдадим. Однако, наряду с этим, эта позиция также и, в общем-то, тупиковая, потому что то, что предлагает Хамитов и его псевдоспециалисты в этих областях, на самом деле, ну, не выдерживает никакой критики. Возвращаясь к предыдущему разделу нашего сюжета, я хочу сказать, что предлагая альтернативы, так называемые, для БСК в качестве сырьевой базы, Хамитов не трудится особенно подтверждать эти альтернативы научно, нет никаких технических, научных обоснований того, что то же самое гумеровское или карановское месторождение пригодны для той технологической схемы, которая применяется сейчас на содовом производстве. В общем, это очень сильно похоже на пустую болтовню и отговорки. Особенно ярким эпизодом подобной деятельности было недавнее заявление о том, что правительство планирует создать вообще новое содовое производство в республике Башкортостан, что является очередным трёпом и болтовнёй на 100%, потому что в сложившейся ныне экономической обстановке, конечно, ни один здравомыслящий инвестор не вложит несколько, возможно, даже десятков миллиардов рублей в строительство содового производства с нуля. Тем самым мы можем подытожить анализ позиции господина Хамитова и его правительства как неконструктивную, достаточно примитивную и в большей степени популистскую, если только не рассматривать вот эту теорию о прямой корыстной заинтересованности господина Хамитова в решении этого вопроса. Ну, я думаю, что ближайшее будущее нам покажет, насколько это всё правда или неправда, потому что бескорыстие Хамитова, конечно, уже давно перестало быть некой иллюстрацией вообще и характеристикой его как человека. Все мы понимаем, что это всё далеко не так, но вымогают ли деньги Хамитов из соды, я пока утверждать не берусь. И теперь мы подходим к третьей стороне этого конфликта, а именно к так называемым защитникам Шихан Таратау. Это настолько неоднородная и разнообразная группа, что говорить о ней в целом не представляется возможным, а стоило бы, наверное, классифицировать тех, кто считает себя защитниками Шихан. И начнём мы, конечно, с тех, кто пытается примазаться к этой истории, тех, кто пытается или предполагает, что из этого всего можно извлечь какие-то дивиденды, денежные, политические, какие-то медийные и так далее. Ярким представителем таких сил и людей, на мой взгляд, является госпожа Шагапова, которая ещё совсем недавно носилась вокруг Шихан, активно принимала жителей, избирателей, будучи депутатом Государственного собрания, всячески ратовала за эти все вопросы, и сейчас она как-то резко куда-то исчезла. Никаких конкретных заявлений, никаких конкретных позиций не высказывает и так далее. Но это яркий представитель той категории защитников, которые пытались или пытаются извлекать из этой ситуации просто личные дивиденды. Кроме того, конечно, и прочие наши придворные и непридворные экологи, и защитники природы тоже как-то весьма скромно себя ведут сейчас в этом вопросе. Следующей крупной группой, весьма многочисленной, является группа башкирских националистических и национальных организаций, которые категорически против разработки горы Таратау. Это и организация Башкорт, это и достаточно неопределенная своими контурами Четвертая Республика, это и Конгресс башкирского народа и подобные организации. Все они сформулировали достаточно давно свою позицию. Позиция эта абсолютно непримиримая. Они заявляют о том, что гора является священным местом для жителей Республики Башкортостан, священным местом и сакральным местом для башкир, является памятником природы, и никаких разговоров о ее разработке вестись, в принципе, не должно. Их позиция достаточно простая, прямолинейная, прямо скажем, не очень качественно обоснованная, хотя бы потому, что исторические источники весьма осторожно иллюстрируют вот эту сакральность горы. Да, есть какие-то упоминания о том, что существовали предположения, предания и легенды. Захоронений на горе, о которых говорят сторонники защиты Шихан, на мой взгляд, обнаружено не было, по крайней мере, источников. Я не нашел о том, чтобы там были какие-то, по крайней мере, идентифицированные могилы каких-то религиозных авторитетов. Разговоры о биологической, о ботанической и прочей уникальности горы Таратау тоже не до конца, в общем-то, закончены, потому что четко сформулированной уникальности тоже не наблюдается. Есть упоминания о наличии некоторого количества эндемиков, какого-то количества растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Однако ученые как-то избегают достаточно однозначных оценок уникальности этой территории. Следующей группой защитников Шихан и самой многочисленной группой являются люди, которые не входят ни в одну националистическую или национальную организацию, которые даже не принадлежат к башкирской национальности обязательно. Это просто люди, которые находятся на стороне сохранения Шихан исключительно по эстетическим соображениям. Проще говоря, это соображение выражается так. Ну нравится мне, красивая гора, пускай будет. Это очень понятная инстинктивная реакция людей на вопрос, когда предлагается альтернатива быть или не быть. Люди избирают, в общем-то, решение быть. А почему не быть? Пускай будет, красивая гора. Вот мне лично, кстати говоря, тоже гора очень нравится. Она очень красивая, очень необычная, очень живописная. Я сколько-то лет назад даже летал на параплане с неё, это замечательный вид открывается и так далее. Но это не аргумент в столь сложном споре, который существует между, скажем там, государством, республикой и предприятием. Аргументы должны быть те, которые я упоминал ранее. Это должно быть обоснование, это должно быть обоснование необходимости, это должно быть обоснование возможности и невозможности разработки и так далее, и так далее. Нельзя подобные сложные вопросы выносить в плоскость эмоциональных оценок. К сожалению, большинство защитников Шихан ограничиваются исключительно этим. Дело в том, что подобная позиция, скорее всего, обречена на провал. Если дальше пойдёт достаточно интенсивное взаимодействие этих сторон и начнут подключать всевозможные силы и аргументы, то аргументы защитников горы Таратау на самом деле вряд ли выстоят. Потому что либо нужно обосновать и законно, научно всё это дело зафиксировать, либо перестать пользоваться абсолютно философскими понятиями, что к этой горе сотни лет ходили наши предки. В одном из научных исследований, посвящённому вот этой части территории Башкортостана, я прочитал такую интересную фразу о том, что в древности, в 17-18-19 веках, когда вообще этой территорией хоть как-то стали интересоваться учёные из центральной России, они обнаружили наличие, скажем так, многочисленной локальной сакральности у местного населения. Что это значит? Это то значит, что фактически каждая гора была священной. То есть та гора, рядом с которой жили люди, она и была священной. А так как горы у нас много, то практически все горы священны. Потому, на мой взгляд, защитникам шахан, которые используют как аргумент сакральность этой горы, стоило бы конкретизировать вот эту характеристику в отношении именно горы Таратау и более обоснованно, более детально и научно доказать сакральность этой горы, либо отказаться от этой концепции, потому что на данный момент она не выглядит очень убедительной. Ну и подведём итоги всего этого импровизированного анализа. Получается так, что действительно я не могу сказать, что какая-либо из позиций, которую занимают все стороны конфликта, являются конструктивной, безупречной и продуктивной. Конечно, надо размышлять о том, как изменить эту ситуацию и что нужно сделать для того, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, перестала быть тупиковой, перестала быть конфликтной и перешла в русло конструктивного обсуждения. Я специально не говорю о том, что должно стать результатом. На мой взгляд, результатом решения этой проблемы могут стать разные вещи. Это может стать разработка горы Таратау, если будет сделан однозначный, обоснованный и принятый большинством населения вывод о том, что иного варианта нет. Это может быть отказ от разработки Таратау, если будет найдено внятное, понятное место место для получения того сырья, который в том числе устроит и соду. Это, возможно, вообще какое-то третье решение, хотя оно всё менее и менее вероятно. Я понимаю, что, наверное, невозможно сейчас закрыть комбинат и распустить людей по домам, но, в принципе, существуют примеры в мире, когда крупные предприятия закрывались по той или иной причине, а люди так или иначе устраивались как в черте города на какие-то иные предприятия, так и, в общем-то, происходил массовый переезд людей на другие территории, где они находили себе нормальную работу. Конечно, здесь нужно и содействие государству и так далее. Так вот, все эти варианты возможны. В той ситуации, которая сложилась сейчас, движение к этим решениям невозможно. Те тупики, которые создала каждая сторона этого конфликта, исключают подобное решение. А вот чтобы выйти из этих тупиков, нужно сделать несколько достаточно простых вещей. Надо, во-первых, перестать упираться рогами в эту гору, всем причём упираться, и Хамитову, и защитникам, и самой Соде. Нужно выдохнуть, нужно сформировать некий механизм обсуждения. Причём этот механизм должен быть легитимным. Это не должна быть площадка в конференц-зале БСК. Это не должна быть площадка, которая находится в конференц-зале Башинформа. Я выражаюсь образно в том смысле, что это не должно быть аффилировано с той или другой стороной этого конфликта. Должно быть сформировано некое сообщество, во-первых, экспертное, а во-вторых, общественное, которое будет обсуждать эту проблему, исходя из интересов всех сформировавшихся групп, которые за, против, и даже тех групп, которым всё равно. Потому что определённые группы нужно просвещать и объяснять им, что происходит и что произойдёт дальше. Это на самом деле не так сложно, если стороны найдут в себе силы поступиться теми амбициями, которые все испытывают, теми некоторыми людьми, которые вовлечены в этот процесс. Я имею в виду вот этих горе-пиарщиков, которые подключены к решению содового конфликта со стороны самой соды. Безусловно, этими людьми, конечно же, придётся пожертвовать. Этот состав нужно менять. Потому что, хотя бы потому, что они уже, как говорится, потрачены в этой войне и не вызывают никакого доверия. Со стороны государства, безусловно, нужно проявить государственный подход. Одно дело эмоциональные настроения и аргументы, высказываемые какими-то общественными группами. Другое дело государственный интерес. Интерес всего населения. А также хотелось бы обратить внимание на то, что ни государства в лице Хамитова и его правительства, ни СОДа как-то не обсуждают вообще, даже эмпирически, условную стоимость отдачи этой горы в разработку СОДИ. Вы понимаете, что в представлении СОДИ республика должна им просто отдать эту гору? Предоставить, как они говорят? Да нет, конечно. На мой взгляд, было бы здорово, если бы в обмен на предоставление любого сырьевого источника, я не говорю о том, что на предоставление именно горы Таратау, а любого сырьевого источника для комбината, который является частным предприятием, в ответ на это комбинат должен передать собственность республике, недостающие, сколько там получается, 13 или 14 процентов акций, чтобы республика в конечном итоге получила контрольный пакет над этим предприятием. На самом деле это справедливо. Предприятие увеличит свою капитализацию, предприятие выйдет из кредитного ступора, потому что сейчас все сложнее и сложнее БСК получать кредиты ввиду отсутствия перспектив развития. Соответственно, передача вот этих 13 или 14 процентов акций, в общем-то, никак не повлияет на сумму дивидендов, которые сейчас получают акционеры. Ну, конечно, это нужно подвергать серьезному экономическому анализу, и я это делаю как бы на вскидку. Но что тогда даст республике получение контрольного пакета над БСК? Во-первых, это даст гарантию исполнения обязательств, которые неизбежно возникнут в процессе передачи сырьевого актива для БСК. Конечно же, нужно будет контролировать те обещания, которые сейчас дает СОДА налево и направо. Там она готова строить музеи, дороги, больницы и так далее. То есть она сейчас на словах готова все что угодно строить, а потом может и не получиться. Так вот, контроль над предприятием, настоящий контроль через контролирующий пакет акций, даст возможность проконтролировать исполнение этих обязательств. И еще раз я повторю, не обязательно это должна быть гора Таратау. Но только докажите и покажите нам, что это возможно другой источник сырья. Или докажите, что невозможен другой источник, и давайте дальше обсуждать гору Таратау. В общем, вот примерно так получилось порассуждать по СОДОВой проблеме. Я полагаю, что она не решится в ближайшие несколько месяцев, если только не случатся какие-то геополитические подвижки в республике Башкортостан. Однако я утверждаю, что проблема СОДО будет решена в любом случае руками Хамитова. Остается он здесь после 2019 года или не остается, но однако именно ему решать проблему сырьевого обеспечения комбината СОДО в городе Стерлитонаки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова